Страйф Дабы не зарываться слишком глубоко в историю, игру сделала легендарная контора Rogue, но проект вышел феерически провальным. Во-первых, через пару месяцев на экраны мониторов вывалился Quake, который, как шутер, клал страйф на обе лопатки. Во-вторых, Duke Nukem 3D тоже был еще свежим и дико популярным, так что отросток думы в эту эпоху уже был заранее обречен. А жаль. Страйфу есть что предложить игроку. Помимо чисто думовского геймплея, что само по себе очень и очень здорово, в игре была связная и что немаловажно интересная история, нелинейная к тому же. Многие персонажи имели портрет и озвучку. С некоторыми персонажами можно было поторговать. Правда, продать можно только свои услуги, а вот купить что угодно. К этому всему прилагался инвентарь, где бережно хранились аптечки, расходники и квестовые предметы. Также персонажу игрока отсыпали аж два параметра. Выносливость, определяющую запас здоровья. И силу удара ножом, что немаловажно на поздних уровнях. И меткость, влияющую на разброс при стрельбе. Зарабатывались повышения атрибута выполнением квестов. Никакой системы опыта в страйф не завезли. Сюжет у нас таков. Давным-давно по матушке земле жахнула комета. Она принесла лютый вирус, от которого две трети населения вообще разложилось. Часть мутировала в какую-то стребную хрень, а из оставшихся в значительной части рванула крыша, ибо они услышали голос единого бога. И решили слепить из себя крутые сверхчеловека машины. Паработива, затем ликвидировав остальных человеков. Но человеки затею не оценили и принялись тырить пушки и сбиваться в кучки, образовав фронт, повстанческую армию. Вот к этим-то ребятам вам и предстоит примкнуть. В самом начале игры вам выдадут коммуникатор. По нему с вами будет общаться ворона, единственный женский персонаж игры. Женщин в мире страйфа почти не осталось, и их попрятали по бункерам. Она будет как просвещать вас по конкретным особенностям задания, так и комментировать то, чем вы занимаетесь. Мир игры впихнут в базовые 32 карты, положенные разработчикам на движке Doom. Но при этом на 90% карт можно вернуться в любой момент игры. Кое-где под это дело выделены даже специальные телепорты. Далеко не все карты обязательны для посещения, но все они содержат полезные бонусы, позволяющие, к примеру, пораньше наложить лапы на серьезные пушки или подзаработать деньжат. Самое вкусное свойство игры то, что, входя на карту, вы не считаетесь врагом, если не пересекали специальные двери с сигнализацией, не открывали огонь из шумного оружия, а это все кроме ножа и арбалета с ядовитыми стрелами, и не взрывали один из видов роботов. Проблема же в том, что все противники роботы в игре вас ненавидят по определению, но зачастую куда менее опасны, чем люди, которые хоть и догнут от одного чиха, наносят приличный урон порой через полкарты. А значит, или вы устраиваете кровавую баню, или тихо обшариваете уровень, параллельно драпая толпы злобных железе. Более того, с большинства карт выйти не получится, иначе как тем же путем, каким вы вошли. А выполнив задачу, вы почти неизбежно врубаете тревогу, и тут уж придется рвать когти на полном ходу. Итог, море адреналина и бешеные забеги по лабиринту. Из прочего, отмечу, что радует актерская игра. Ничего шедеврального, конечно, но все персонажи имеют ярко выраженный и передаваемый голосом характер и запоминаются. Особенно удачно подобран голос самого говорливого персонажа, вороны. Девушку приходится слушать много, и мискасты грубы чуть ли не угробят. Есть у игры и недостатки, куда ж без них. Кому-то такой может показаться зверская запутанность уровней. В игре есть несколько по-настоящему садистских лабиринтов. Лично мне запутанность уровней по нраву, но да, она имеет место быть. Движок дума налагает ограничения на графику, Соответственно, те, кто не могут переваривать слишком олдовый графон, Страйв едва ли осилит. Несмотря на запутанность, игра до ужаса коротка. При всех блужданиях и страданиях она пробегается часов за 7, не больше, и миры персонажей едва успевают начать раскрываться. Страйв можно однозначно рекомендовать бородатым любителям старой школы, которые любят, чтобы игра была с ними погрубее. Впрочем, Страйв может наглядно объяснить новичкам, почему, когда тебя не водят за ручку, это хорошо. Продолжение следует...